Сколько времени тебе потребуется, чтобы выучить английский на самом деле? Это вопрос, который мне задают очень часто. И настолько часто, что я решил сделать отдельное видео про это. Поэтому, если вам интересно, за сколько времени вы можете выучить английский, оставайтесь с нами. Чтобы адекватно или более-менее адекватно ответить на этот вопрос, нужно, во-первых, понять и ответить на несколько разных вопросов. Например, какой уровень у вас сейчас? Какой ваш текущий уровень? Уровень, который тебе необходим? Уровень, которого ты желаешь достичь? Это тоже важный вопрос. Как усердно ты учишься и сколько времени ты готов посвятить изучению? Живешь ли ты в англоязычной стране или нет? Это все очень важные факторы, которые участвуют в ответе на этот вопрос в целом. Чтобы понять текущий уровень английского языка, который у вас сейчас есть, конечно же, неплохо пройти какой-нибудь тест на знание языка. Это не будет супер точно. Но это будет хотя бы примерное понимание того, на каком уровне ты сейчас находишься в спектре уровней английского языка. И это может быть начинающий уровень, средний уровень или продвинутый уровень. А может быть намного точнее. Здесь уже как хотите. Чтобы проанализировать, какой уровень тебе нужен, нужно понять, для чего тебе вообще английский, что с ним хочешь делать. Если твоя цель переехать в англоязычную среду и строить там карьеру, как будто как ни в чем не бывало, то, конечно же, уровень должен быть как можно выше, ближе к носителю языка от C2 до носителя языка. Если тебе нужен английский для каких-то текущих рабочих моментов, с которыми тебе нужно сталкиваться, то, возможно, тебе хватит B2 или C1. Здесь невозможно, мне, по крайней мере, отсюда, с этой стороны камеры, невозможно понять, что вам нужно, для каких сценариев. Поэтому здесь уже ответ на этот вопрос за вами. Ну вот, что вам говорит забавный веб-сайт под названием ef.edu. С нуля до уровня A1 нужно 70 часов of instruction. От A1 до A2 150 часов of instruction. A2, B1 300 часов. С B1 до B2 200 часов. С B2 до C1 200 часов. И с C1 до C2 200 часов. Звучит страшно, и я не знаю. Все, что я знаю, это следующее из моего личного опыта. Чем больше времени вы можете посвятить изучению английского каждый день, тем лучше и тем быстрее, естественно, вы сможете выйти на тот уровень, на который вы хотите выйти. Поэтому очень важно проанализировать ваше свободное время. И очень важно еще быть честным с собой. Правда ли вы учите так усердно, как вы думаете? Потому что много людей говорят, я учу уже столько времени, нет результатов. Учите ли вы действительно? Это важно понимать. Пользуясь этим случаем, я бы хотел пригласить вас поучаствовать в моем марафоне по английскому языку от Intermediate до Advanced, от среднего уровня до продвинутого уровня. На этом курсе мы даем вам все необходимые базовые знания, которые вам нужны, чтобы произвести переход на продвинутый уровень. И даем вам все возможности, инструменты, и создаем environment для вас, чтобы вы смогли это сделать успешно. Это базовый курс, на который мы сейчас сохраняем доступную стоимость, если вам нужно подтянуть английский прямо сейчас. И благодаря вот такой рекламе мы имеем возможность выставлять бесплатные уроки. Поэтому, если вам интересно, я приложу ссылку в описании. Но из моего личного опыта, когда я поставил себе цель выучить английский до максимального уровня, до максимально возможного уровня, я посвятил английскому все свое свободное время. И иногда я даже жертвовал какими-то другими вещами, чтобы заниматься английским. Это факт, и это правда. И, возможно, это не самый адекватный подход. Я никому не говорю делать так же. Но важный урок, который отсюда можно усвоить, это то, что по максимуму времени вы должны уделять. Можно ли учить английский 10 часов в день, каждый день? Возможно, это не самый целесообразный способ. Но если вы хотите, вы можете, вам нужно просто. Очень важно варьировать активности, которыми вы занимаетесь. Вы не должны в учебнике сидеть все 10 часов каждый день. Так точно ничего не получится. Не забывайте, что еще нужно слушать, читать, писать, говорить. И все, что вы делаете в этих направлениях, это все только идет на пользу вашему английскому. Носитель языка сел перед телевизором, смотрит сериал. Да, возможно, это выходной или в каком-то контексте пустая трата времени. Для вас это далеко не так. Вы тренируете ваш listening, вы учите какие-то новые слова, и вы погружаете себя в атмосферу, в среду, так скажем, симулируете языковую среду. Даже если этот сериал вам нравится, и для вас это выходной, и вы хорошо проводите время, но вы проводите его с пользой, это все всегда идет только на пользу. У вас есть преимущество перед носителем языка. Носитель языка бестолково проводит время, смотрит сериал, а вы проводите его с пользой. Это не шутка, это абсолютно правда. Поэтому мы можем здесь сидеть сколько угодно и думать о том, что окей, там это 70 часов плюс 150 часов плюс 300 часов плюс 200 часов, 720 часов, мне нужно, чтобы дойти до уровня B2 с ничего. А если я еще не говорю на языке, который похож на английский, это еще, наверное, как минимум 50% к этому добавить. Конечно, мы можем, но это применимо только тогда, когда мы ничего не делаем, кроме как учим, сидим в учебнике или в классе, слушаем учителя. Но я вас уверяю, что это время можно значительно уменьшить, если вы правильно практикуете и правильно, как я уже говорил, выполняете разные вещи, делаете разные активности просто. И если вы гармонично и в балансе тренируете все умения английского языка, не делаете что-то одно важнее, и не забрасываете что-то другое на последнее место. И если у вас есть действительно желание, то эти цифры ничего для вас не значат. Вы сделаете это намного быстрее. Поэтому ответ на вопрос, за сколько вы реально можете выучить английский, зависит только от вас, и никаких конкретных цифр для вас не существует. Все зависит только от того, насколько вы готовы отдать себя этому языку, и насколько вы хотите это сделать, насколько у вас сильная нужда к этому, и насколько вы готовы посвятить свое время и свою жизнь этому языку. Вот и все. Английский, возможно, у меня мнение не совсем объективное, потому что я знаю английский язык, но английский язык это такой язык, это язык чувства, это язык инстинкта. Поэтому чем больше вы им занимаетесь, тем больше вы будете его чувствовать, и тем больше вы будете креативнее в нем, и, соответственно, тем выше будет ваш уровень. В английском языке есть такая поговорка или такое поверье, что чтобы отмастерить что-то, какое-то умение, нужно посвятить ему 10 тысяч часов, по-моему, так говорят. Возможно, возможно, а возможно и нет. Это все-таки не совсем умение, это способность выражать себя, способность выражать свои мысли, которая отличается от... способ выражения своих мыслей отличается от того, как вы это делаете с рождения. И это не совсем применимо здесь. Поэтому, если вы готовы, если вы действительно хотите, то даже не забивайте себе голову этими понятиями, этими цифрами, 700 часов, 10 тысяч часов, это для вас ничего не значит. Когда я начинал учить английский, мне было абсолютно пофиг, сколько времени у меня это уйдет. Мне нужно было просто как можно быстрее, и я понимал, что надо много делать, и я это сделал. А если я это смог сделать, то вы сможете это сделать тоже. Поэтому удачи, я вас верю. С вами был Веня Пакова на канале LinguaTripTV. Увидимся в следующем видео. До свидания.